В прямом эфире новости сейчас в студии Павел Лазовик. Добрый день. Госпогранкомитет обнародовал данные о количестве граждан Литвы и Латвии, которые побывали в нашей стране за последние недели с момента объявления безвизового въезда. Такое право предоставлено жителям прибалтийских государств до 15 мая. В общей сложности за период безвиза в Беларуси уже побывали 6700 жителей Латвии и 11500 граждан Литвы. Массовым паломничество соседей иностранцев в нашу страну сделалось в связи с дороговизной, у них топливо, а также многих товаров в магазинах. Так, по данным Госпогранкомитета, литовцы и латвийцы нередко пользовались правом безвизового въезда по многу раз. Голодают на планете почти 200 миллионов человек. Очередной доклад опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. По данным ФАО, только за минувший год это число увеличилось на 40 миллионов, то есть на 20%. Ситуация с обеспеченностью провиантом ухудшилась в 53 странах. Это четверть государств планеты. Ряд экспертов предсказывает с нехваткой продовольствия столкнуться уже в ближайшие полгода миллиард 700 миллионов человек. И чтобы справиться с проблемой, уже сейчас необходимо приступить к переброске продуктов в государства Африки и Азии. Так как с каждым днем неизбежные последствия такого промедления становятся все тяжелее. Ожесточенное столкновение между полицией и демонстрантами в Лос-Анджелесе. По улицам прошли Антифа и левые радикалы. В определенный момент вспыхнули стычки. Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и камни, а те применяли в ответ дубинки, а также электрошокеры. Ожесточение вызвало утечка в прессу проекта решения Верховного суда. Высший судебный орган США намерен пересмотреть дело, которое послужило прецедентом для легализации аборта в стране. Противниками решения выступает леволиберальная общественность, Антифа, а также активисты БЛМ. Настроение в стране становится день ото дня. Все радикальнее. Утечка информации в СМИ привела к резкой поляризации взглядов населения. ЦРУ подготовила инструкции на русском языке для тех россиян и белорусов, которые готовы шпионить на США против своих стран. Об этом информирует газета Washington Post. В рекомендациях ЦРУ объясняется, как выйти на агента-куратора, что делать, чтобы не попасться контрразведке и так далее. В Восточной Европе американцы резко нарастили шпионскую активность уже в минувшем десятилетии. Тогда на работу в ЦРУ массово нанимали русскоговорящих американцев. Теперь пришла пора вербовки людей, которая послужит расходным материалом. Дилетанты в сфере шпионажа редко добиваются чего-то путного, если, конечно, не считать успехом десятки лет за решеткой. В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Основная цель – проверить готовность к оперативному реагированию на кризисные ситуации как на земле, так и в воздухе. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках и в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе. Проверка носит комплексный характер, пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей. Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества, в целом ни для соседних стран в частности. В ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования. Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий. Новая информация у моих коллег в нашем эфире уже в 15 часов. Всего доброго! Новая информация